То великое чудо, о котором я предупреждал все банки города Магнитогорска, которые прекратили внезапно выдавать кредиты, и свершилось. Пришли другие банки, которые стали выдавать кредиты. Так что, ребята, обращайтесь к брокерским агентствам, платите проценты, и все у вас будет нормально. И вы вырвете кредитные истории, и у вас будет все хорошо. И не надо пить димедрольное пиво и травиться таблетками, совершая акты суицида. Жизнь продолжается, но жизнь продолжается в лучшей стезе и с меньшими ценами. Не все, конечно, могут, но Автоград может предложить вам замечательные скидки. Какие конкретно вы сегодня увидите. И все-таки это хорошая традиция. Да? Когда даже лекарства подорожали в три раза, машины подешевели. Подешевели на 3000 долларов в среднем. Мне вот диво, как интересно, как собираются жить автомобильные салоны, кроме Автограда, естественно, после того, как закончатся автомобили 2008 года. Мне вообще непонятной становится кутерьма, затеянная во имя получения глобального дилерства. В любом случае, выигрыш Автограда тут очевиден. Мы сегодня и сейчас имеем возможность приобрести автомобили, собранные в России. Автомобили, которые в ближайшем будущем будут собираться в России. И это отнюдь неплохие авто. Теперь пройдемся по импорту. Вы реально думаете, что бренд это символ качества? Не факт. Далеко не факт. Но вот цена и доступность запчастей – это факт, о котором надо задуматься. ФИАТ зарабатывал на машинах, а не на запчастях, как некоторые. Так что здесь выводы делайте сами. Буквально за нашей спиной, точнее за спиной оператора, происходит следующее действие. Семья большая выбирает ФИАТ Альбия. Это почему все? Потому что цены такие интересные. Да, во-первых, цена. А во-вторых, сейчас очень хорошая спецпрограмма по кредитованию у нас действует, как уже, в принципе, мы объявляли. То есть кредит очень выгодно можно взять буквально под 6,5-7% годовых, например, по Сбербанку, да, и на 3 года. То есть буквально и переплата, и все остальное. То есть конкретно ФИАТ Альбия у нас выбирает семья сейчас. Если она его возьмет в кредит, она переплатит порядка 40 тысяч за 3 года. Всего? Да, да, да. Отдельные банки коммерческие предлагают нам переплату 40 тысяч за 100 тысяч за 1 год. Да, все верно, Алексей, конечно. Вот именно мы сейчас приглашаем всех в наш автосалон приобрести автомобиль по очень выгодным кредитным программам. По очень выгодным кредитным программам можно взять и внедорожник, типа ФИАТ Седичи. Так он же стоит дешевле 600 тысяч. Да, вот как раз об этом сейчас хотел рассказать. То есть у нас начали действовать буквально как неделю скидки на все автомобили импортного производства 2008 года. То есть очень серьезная скидка, конкретно на ФИАТ Седичи у нас скидка составляет 100 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, автомобиль стоимостью 685, теперь стоит 585. Это полноприводный в максимальной комплектации кроссовер. На все остальные модели также у нас скидки. Например, ФИАТ Браво у нас подешевел на 70 тысяч. Гран-де-пунта подешевела у нас на 30 тысяч. Что еще? До Блокарго небольшой коммерческий грузовой фургон подешевел на 50 тысяч. Он стоит вообще теперь до 400 тысяч рублей. То есть очень выгодные предложения. А если я поклонник настоящего полнопривода и тех самых корейских джипов, вроде у вас тут скидочки такие должны были закончиться не так давно как? Да, скидки должны были закончиться, но сейчас опять, как говорится, дистрибьюторы пошли на уступки и скидку продлили. То есть скидка, как минимум, это будет действовать еще август. Скидка, напомню, составляет до 150 тысяч на автомобиле Сан-Юнг 8-го года выпуска. Плюс, опять же, спецпрограмма кредитования от производителя под 0% годовых. Это все реально действует приходить. Ну вот есть от чего упасть, в общем, и присесть, и порадоваться. Согласитесь, да? Как вам сумма? Так вот, все скидки начинаются от 30 тысяч рублей за самый простой фиат. Зато самый дорогой фиат – это уже 100 тысяч рублей. Ну а те автомобили, которые себе зарекомендовали, рамные внедорожники от Сан-Юнга, имеют замечательную скидку 150 тысяч рублей. Куда такие деньги потратить? Я вам даже скажу, куда. Можно пойти в бюро микрофинансирования и туризма и поехать, ну, вслед за нами до Осуана. Можно себя подлечить и поехать на наши курорты, скажем так, Кавказа. Да можно, в конце концов, я вам крайне рекомендую на скидку 150 тысяч рублей прикупить себе резервный автомобиль. А то, вы знаете, всякое случается.